В Красногорске отмечают 87-ю годовщину запуска первой жидкостной ракеты, которую осуществила группа изучения реактивного движения под руководством Сергея Королева. Памятный митинг организован русским космическим обществом вблизи автодрома военной части у Никола Урюпина. На месте исторического события. Но еще в ходе разработок гирдовцы наделали немало шуму. Представьте себе жидкостной двигатель, который развивает тягу до 50 кг, питается керосином и кислородом жидким, или бензином и жидким кислородом, испытывается в каком-то подвале, в каком-то помещении. Он, конечно, взрывается. Жильцы дома однажды не упускали гирдосов оттуда до тех пор, пока не пришла милиция, не разобралась, что это секретное техническое учреждение, которое занимается опытами на основе оборонной техники. Подходящее место для эксперимента нашли в том же 1933 году. Запустить ракету 0-9 удалось только с третьей попытки. Но 18 секунд первого полета стали отправной точкой в развитии отрасли, говорят в русском космическом обществе. Спустя 33 года по инициативе учеников на Хабинской школу номер 2 был увековечен и полигон. Накануне 49-й годовщины октября, 5 ноября 1966 года, на месте запуска первой ракеты состоялось торжественное открытие обелиска. В 1983 году у памятного знака появился макет той самой ракеты ГИР-9. Также была установлена и копия стартового станка. Население нашего городского округа, население Нахабина очень гордится, что именно здесь началась космическая эра нашей страны. И что вот это место, я бы сказал, оно намоленное на самом деле духом космической новой эры, оно связано и с именем Циолковского, и с именем Цандера, и с именем Сергея Павловича Королева, и с многими-многими именами. Школа номер 2 с тех пор так и осталась преданной хранительнице истории ГИРД. Место запуска первой ракеты на жидком топливе тоже берегут, но в то же время готовят к большим переменам. Будем создавать рабочую группу и будем развивать это место, делать его местом посещения. Поскольку хотелось бы сказать, что такое место, например, как место, где немцы испытывали в Германии ракету Фау-2, это место туристического паломничества. А у нас пока вот, к сожалению, ну не к сожалению, а пока вот так, да, а мы хотим сделать, чтобы это тоже было местом паломничества, культурного, связанного с космосом. В планах на ближайшее будущее высадить здесь кедровую аллею. Дерево выбрано не случайно. Кедр – позывной Юрия Гагарина. Еще задумано мероприятие к 60-летию первого полета в космос. В программе «Максимум» – создание интерактивного музея. Конечно, все после согласования с воинской частью. Но в русском космическом обществе не скрывают. Идею проекта уже поддержали в руководстве страны.